Сегодня на базе отряда специального назначения «Сокол» у ФСИН России по Белгородской области прошли показательные учения. Полоса препятствий, задержание преступников в автомобиле, штурм многоэтажного здания с применением брони и спецтехники. Все это продемонстрировали сотрудники спецназа. Также гостям представили стрелковое оружие и бронетехнику, стоящие на вооружении. Репортаж Григория Черепанова. Сотрудники спецназа ведут шквальный огонь и поочередно скатываются под проезжающую бронемашину выстрел. Затем смена огневой позиции. Это проверка бойцов на умение подавить свой страх. Сотрудник спецподразделения обязан выполнять задания любой сложности. Следующий этап выступлений штурм автобуса. По легенде в транспорте находится вооруженный преступник. Захват начинается со световой гранаты, деморализующей злоумышленника. Затем за дело берется штурмовая группа. Один из правонарушителей пытается скрыться. Но кинолог пускает на задержание служебную собаку. Еще одна задача – задержать автомобиль на ходу. Здесь важно не дать преступникам, а помниться и оказать сопротивление. Часть группы нейтрализует злоумышленников, остальные блокируют легковушку сзади. Навесной замок – не преграда для бойцов спецназа. Но важно не только проникнуть в незнакомое помещение, но и выйти оттуда живыми. Тут главное средство защиты – пули непробиваемый щит. Он весит порядка 50 килограммов. Для борьбы с противником применяют тактику поочередной стрельбы из-под щита. Полоса препятствий – заключительный этап выступлений. Причем к плечу спецназовцы проходят преграду за преградой. Шведская стенка, лестничный марш, резервуар с водой, заборы, имитация, скопление людей, колючая проволока. Здесь проверяются не только физические, но и морально-боевые качества бойцов. Представлено много видов оружия, как короткие стволы, так и длинные. Снайперское, антиснайперское оружие. Зрителям также представили оружие, стоящее на вооружении отряда специального назначения. Его выбор – особая часть любой спецоперации. Учитывается все – место проведения, плотность огня, численность противника и средства защиты. Также гости увидели спецтехнику, которая предназначена для транспортировки личного состава, а также для огневой поддержки. БТР-80, автобронетехника, выстрел и тигр – основные и главные помощники спецназовцев. Такие показательные выступления под девизом «Служу Отечеству. Взгляд из детства» приурочили к 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В этом году мы решили все-таки показать полностью не только нашим сотрудникам, но и сотрудникам других силовых министерств и членам патриотических клубов, чтобы они как можно ближе познакомились с деятельностью и с работой наших отделов специального назначения. «Мне, честно, нравится все боевое, но особенно понравилась полоса препятствий». «Хотел бы спецназа мыть?» «Да, по чемпам отца пойти». «Оружие мне понравились». «Как тебе, у вас выстрелы? Не побоялось?» «Нет». «Сколько раз тут были?» «Просто получили огромное впечатление от этого показательного выступления. Сколько раз приезжали, это было потрясающе». «Как ты думаешь, что такое боевое слажение?» «Ну, я думаю, когда это участники отряда, они как друзья, они уже знают друг друга, знают, что кто как делает, помогают друг другу. У них все получается так хорошо, что никаких заложников у них шансов нет вообще». Отряд специального назначения «Сокол» создан в уголовной исполнительной системе для пресечения массовых беспорядков, ликвидации последствий захвата заложников. Уже более четверти века спецподразделение «Сокол» стоит на страже порядка. Григорий Черепанов, Дмитрий Ярема, Катмучасу, Белгород.